В крае начинаются учения, внимание, по ликвидации предполагаемого очага беженства в городе Комсомольске-на-Амуре, где как раз в этом году, по-моему, много лисиц. Предполагаемого? Давайте сразу. Да, потому что это очень важно. А то у нас бывает так, что люди услышали звон, не знают, откуда он, и вот вроде бы бежен. Нет, это предполагаемый источник, да? Да, и сегодня у нас в гостях Наталья Пылина, заместитель начальника управления ветеринарией, или ветеринарией, как говорят сами ветеринары. К сожалению, вот русский язык, он такой. Вроде бы по нормам надо говорить ветеринарией, но сами ветеринары говорят ветеринарией. И договорю правительство Хабаровского края. Здравствуйте. А почему именно в Комсомольске? Потому что действительно там вроде как в этом году много лисиц? Добрый день. Ну и в этом тоже, в смысле. Но просто у нас есть план основных мероприятий правительства Хабаровского края, которую мы еще утвердали в конце 21-го года. И у нас сразу была запланирована Комсомольск, ликвидация бешенства. В Хабаровске будем бороться еще раз с африканской чумой свиней в сентябре. С предполагаемой, да? С предполагаемой, однозначно. Да, но у нас телефонный звонок, насколько я понял, тоже есть. Татьяна, здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Я не знаю, в тему я или не в тему, но у вас вот написано «Животные переносчики бешенства», я об этом хочу сказать. Вот у нас в доме живут крысы, с которыми мы уже не знаю, как бороться. Они бегают по двору, честно вам скажу. Я боюсь выходить из подъезда. Они здоровые, как кошки. Мне просто страшно. Кроме того, у нас дети. Я вам серьезно говорю, это опасность. Это большая опасность. Мало того, что это зараза, это просто крысы, они же могут броситься. Я с вами абсолютно согласен. Обязательно позовем директора. Никогда до самого управления вы обращались еще в прошлом году. Татьяна, мы вас поняли. Скажите, пожалуйста, ваш адрес. Может быть, управляющую компанию послушает и предпримет меры. Вы знаете, мы обращались кругом. Я хочу спросить, что нам делать, куда обратиться, чтобы приехали, зацепали их норы. Инфекционную станцию, да? Наталья не даст оврать. Да, инфекционную станцию. Но давайте все-таки к бешенству вернемся. Давайте спросим, а действительно крысы могут переносить бешенство? Конечно. Бешенством болеют все теплокровные животные. Абсолютно все теплокровные. Поэтому и белочки, и лисы, и зайчики. И даже в том случае, в том году, помните, был случай, хомячок заболел в Адыгее бешенством. Поэтому это очень опасное заболевание. Инфекционное заболевание, которое болеет и животный, и человек. Ну, от животных оно к человеку, понятное дело, передается. Вообще, что касается животных, можно ли вылечить животное от бешенства? Или это не совсем реально? Вылечить животное от бешенства невозможно. Эта болезнь не лечится. Поэтому, если уже наступили, животное заболело, это исключительно уже смертельный исход. То же самое могу сказать, если вовремя не начать меры профилактики человека, которого покусало бешеное животное, то это тоже, к сожалению, смертельный исход. Поэтому вот в наших руках предпринимать все меры, чтобы этого не случилось. Ну вот, если вернуться к этой действительно привычке многих людей, кормить белочек, лисичек. Давайте покажем вот кормление лисички в Советской Гавани. Недавно нам прислали. Там поселилась лисичка в лесу возле поселка, и все ее любят подкармливать. Она такая милая. Я хотел спросить, можно ли определить, бешеное животное или нет? Ну, потому что выглядят они все милыми, вроде как симпатичными. Да, издалека на расстоянии, конечно, это не определить. И кормить животных, диких, с руки или как-то, это, конечно, неосторожная и непродуманная абсолютно глупость. Более того, вот ни в коем случае нельзя, люди выходят в лес, сейчас такая пора, отпускные, где-то дачи рядом расположены с лесным массивом. И, бывает, находят лисят, якобы затерявшихся или оставшихся без попятительства каких-нибудь других диких животных. Категорически нельзя подбирать и приносить домой этих животных. Во-первых, в дикой природе никогда животные не бросают своих малышей. Это значит, ушла куда-то лисица за едой. Или, если что-то случилось, например, сдохла она больная, соответственно, естественный отбор, лисята тоже могут быть нездоровыми. Это просто смертельно опасно. То есть, животных не трогаем, диких. Что касается домашних животных, как они заболевают бешенством? Домашние животные элементарно заболевают бешенством при контакте с дикими животными. Вот какие у нас случаи были. То есть, лиса забегает во двор, устраивает драку с собакой, покусала, не покусала, потом она бывает, убегает, эта лиса, да, хозяин может не видеть или не придать этому значение. А когда у собаки появляются уже симптомы, что-то делать поздно. Поэтому, вот просто хочу ко всем обратиться, пока есть возможность, единственной мерой профилактики является вакцинация. Вакцинация у нас делается абсолютно бесплатно краевыми государственными бюджетными учреждениями, и для этого ничего не нужно. Просто показать, что у тебя есть животное, прийти, и вам его провацинируют от бешенства. А какое? Вы сказали, что в прошлом году был случай, когда бешенством хомячок заболел. В Адыгее. А? В республике Адыгея. Да, но хомячка же не привьешь, да, наверное? Хомячков можно прививать тоже. Ну, хомячков, наверное, не прививают, но если он здоровый, его купили в зоомагазине, то есть он родился уже в неволе, и если у него контакта не будет с животными, ну, например, кошка или собака ходит куда-то в лесополосу, гуляет, и потом они с хомячком, если контактируют, да, то может возникнуть заболевание. Если оно сидит у вас в клетке или дома, ни с кем не контактирует, соответственно... Вот вы сказали, что при первых симптомах уже поздно. А какие вообще симптомы? Ну, если мы с вами говорим про животных, да, я разговариваю про животных, да. Ну, там разрешают несколько стадий, да. Первая стадия – это как бы стадия угнетения, то есть животное где-то прячется, в темное место старается укрыться, от звуков, от громких. И эта стадия где-то от 3 часов до 2 дней. Потом идет стадия возбуждения. Это вот та картинка, которую мы с вами постоянно видим. То есть она рычит, слюна брыжет во все стороны, то есть собака агрессивная. Эта вот стадия длится до 3 дней. И потом уже стадия паралитическая, когда наступает уже паралич нервной системы. Обычно у собаки тоже приоткрыта челюсть, вытекает слюна, а у нее уже порез как бы паралич. Конечно, с ней наступает, то есть уже в среднем 10 дней, и животное погибает. А бешенство передается только через укусы или не обязательно? Не обязательно. Бешенство бывает передается через слюнение. Вот если у нас относительно благополучно, и на территории Хабаровского края регистрируются единичные случаи бешенства. Крайний раз вы помните, да, 2019 год, это был город Амурск, когда на остановке нашли мертвого кошку, преследовали, оказалось бешенство. То в центральной полосе России там до 200-300 случаев в год бешенства, там прям беда. И был такой случай, когда дети играли, девочка босиком бегала по траве около лесной лужайки. Соответственно, трава бывает режет ногу где-то что-то, а там до этого ходила лиса, которая выделяла слюну. То есть ослюнение произошло, пранки, и как бы ребенок заразился заболеванием этим. Ну вот что делать, ну понятно, что такие случаи, наверное, очень редки, но если вдруг укусило животное, домашнее, недомашнее, да, обычно же прививают, вообще каков алгоритм действий, что делать? Почему редко меня кусали собаки? Вот если только укусило животное, надо сразу, в соответствии, если ослюнение есть, хорошо можно промыть рану водой, прям проточной минут 10, можно с мыльным раствором, и вперед медицинское учреждение. Вот это первое очередное. Единственное, конечно, желательно максимально собрать сведения об этом животном. Ну что это за животное? Привитая, непривитая, да? Да, владельская, не владельская, не какую-то. Биока на амурском бульваре. Биока-то тут понятно, а если домашнее животное? Если домашнее животное, да, то значит, чтобы за ним можно было установить наблюдение и выяснить все необходимые... То есть если 10 дней с ним ничего не произошло, то в принципе никаких 40 уколов животных, да, наверное? Ну сейчас по новым медицинитарным правилам там внесены изменения, поэтому вне зависимости от... Было привито животное или нет, профилактические мероприятия предусмотрены. Можно вернуться к учениям, которые будут в Комсомольске. Как они будут проходить? Ну там по легенде, я не знаю, какая-нибудь лисица укусила комсомольчанина или белочка? Очень интересная легенда, и мы планировали провести, как бы, в соответствии с нашим планом, такие небольшие учения. Они у нас переросли в межрегиональные, и, наверное, впервые на территории Дальнего Востока, вот именно у нас в Хабаровском крае, проводятся учения масштабные, участвуют руководители пяти субъектов ДФО, это Сахалинская область, Магадана, Амурская область, Еврейская область, наши, вот руководители всех субъектов. Они все сегодня уже приехали в Комсомольск и придумали легенду, да, о том, что во двор забежала лисица. Подралась с собакой. Да, завязалась драка с собакой, подрались. Хозяин вышел, начал лисицу отгонять. Лисица забежала в сарай. Там стоит теленок, корова с теленком. У теленка потом выяснились тоже ссадины на конечностях. И что самое интересное, мы уже в последний момент, чтобы все отработать, решили усложнить задачу, выяснилось, что у этих хозяев на передержке находилась собака. И она днем раньше, уже после этой ситуации, уехала в Амурскую область. Понимаете? Вот это да, серьезно. Да, то есть на самом деле очень такая интересная, живая и, я думаю, приближена к реальности ситуация. И вот завтра, 30-го числа, все службы и ведомства, это управление ветеринарией всех субъектов, это будет Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Минздрав, далее там, ОМВД, администрации, то есть все тесно, плотно будут отрабатывать, вот прям по цепочке, кто куда кому звонит и куда бежит. У нас телефон одинаковый, да? Елена, здравствуйте, вы в эфире. Елена, говорите. Здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотела высказать свое мнение по поводу кормления животных срок. Ну, если вы знаете, то сейчас очень много диких животных заходят к людям, это и медведи, это и тигры, это не только лисички. И я лично считаю, что в этом есть определенная вина человека, достаточно большая, потому что, во-первых, люди ходят в лес на пикники и очень много оставляют там еды, а это, как мы знаем, не глубоко в лесу, а достаточно близко к дороге. Они привыкли приходить все больше и больше к тем местам, где есть люди. А во-вторых, я лично считаю, что очень большая вина, опять же, из-за людей, потому что очень много пожаров. Если есть пожары, соответственно, горят кустарники, нет грибов, нет ягод, нет каких-то мелких животных, которые являлись кормом для более больших животных. И поэтому я думаю, что здесь люди должны обратить внимание и на поведение свое, и на отношение к животным, и к лесу, и к флоре и фауне, то есть везде, где мы живем. Спасибо. Я согласен, Наталья. Я полностью согласна. Ну да, но опять же, если нет кормовой базы, то как-то нужно тоже животным помогать. Но это, наверное, должны делать специалисты, да? Есть специальные хатоведы, у них есть определенные мероприятия, то есть кормушки, подкармливают. Это все глубоко, далеко в тайге от людей. Чтобы избежать контакта с человеком. Чтобы избежать контакта. Контакта быть не должно. Это животный дикий мир, и он должен находиться там, где им положено. Самая больная тема, связанная с животными, городские собаки. Я понимаю, что тема отдельного разговора, не сегодня уже будем говорить, но все-таки их, когда отлавливают и чипируют на бешенство, проверяют? Их в обязательном порядке вакцинируют после карантина от бешенства. Потому что проверить вирус бешенства возможно только исследованный головной мозг, то есть это исключительно уже... У нас животное сначала умертвить, поэтому они карантинирование проходят и вакцинируются. Еще содержание собак и кошек. У меня есть знакомые, которые принципиально отпускают своего кота погулять на улицу. Говорят, что ему для полноты жизни надо это. Но, как я понял, именно там и возникает опасность заразиться бешенством. Потому что если кот всю жизнь живет в квартире, но нет кого, кроме кот-хозяев, ему заразиться. А с другой стороны, можно же на подошвы принести, если у кота есть трава. И тоже вот возможны такие варианты. Да. То есть если кот живет в квартире всю жизнь, все равно есть вероятность, что заразиться? Может вероятность, потому что если где-то было больное животное и вы на обуви принесли частички слюны, да? Частички, да, то можно заразиться. Но все-таки лучше не пускать на больную воду? Лучше вакцинировать против бешенства. Ага. Да. Да. Поэтому вакцинация, в общем, как всегда, спасает. Ну что, Нин, что у нас в интерактивном голосовании? В интерактивном голосовании лидирует мнение, что кормить диких животных – это опасно и глупо. А наши телезрители нам пишут, что, к примеру, ездили недавно в Шмаковку, там кормили белок. Кормили, кормят и будут кормить. А я вот хочу сказать, что я тоже была в Петергофе и тоже кормила белочек, и слава богу, живая, здорова и понимая, что нельзя, но не увидела в этом ничего. Правда же, белки сейчас основные переносчики бешенства? Ну, белки также переносчики бешенства. Ну, может быть, я не знаю, в Петергофе их вакцинируют. Есть оральная вакцинация для диких животных. Может быть, они там вакцинированы. Я про Петергоф не знаю. Я говорю про Хабаровский край. А у нас в Хабаровском крае на сегодняшний день, да, вот я знаю, что на первое число уже порядка 30 тысяч собак и кошек привиты от бешенства. И ежегодно, мы в год прививаем порядка 80 тысяч животных. И поэтому владельцы животных, да, это не только уже по закону ветеринарии, но и по нашему любимому 498 закону об ответственном обращении, это их обязанность заботиться о животном, да, и применять все меры, и чтобы оно не заболело. Но все-таки хомячков обязательно прививать? Ну, нет, я думаю. И перед тем, как мы идем на рекламу, хочу еще одно сообщение зачитать. Собак кормить ни в коем случае нельзя. Это еще один повод для их бесконтрольного размножения. И вообще считают, что собака даже в квартире это очень опасно. И вот почему. После прогулки животное моют очень редко, так как все экономят воду, пишут. А собака после прогулки начинает приводить себя в порядок. Языком себя вылизывает, а потом этим животным же языком идет и лижет всю семью. И значит, тоже переносит заразу. Это правильное замечание нашего телезрителя? Ну, я думаю, что... Доля правды есть, да? Что-то в этом есть, да. Спасибо. Нам в гостях была Наталья Пылина, заместитель начальника управления в Зеринарии правительства Хаваровского края. Спасибо. Спасибо. Спасибо.